МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редакция Телеэкспресс представляет новости нашего города. В студии Ольга Попова. Здравствуйте. И коротко о некоторых темах выпуска. Вода возвращается. Специалисты энергогаз Ноябрьска рассказали о результатах гидравлических испытаний сетей теплоснабжения. Лечиться играючи. В детской поликлинике Ноябрьска открылся новый кабинет. И поможем детям вместе. В Ноябрьске стартовала традиционная благотворительная акция перед началом учебного года. Итак, сегодня в Ноябрьске прошли гидравлические испытания сетей теплоснабжения. С утра специалисты энергогаз Ноябрьска проверили городские сети на прочность. Испытания традиционно проходили в два этапа. Сначала на магистральных и внутриквартальных сетях деревянного жилфонда, а затем и в микрорайонах капитальной застройки. По словам специалистов энергогаз Ноябрьска, сети к зиме готовы. И хоть случаи, когда зимой порыв все-таки где-то случится, не исключены, сотрудники организации к таким ситуациям готовы. По итогам гидроиспытаний зарегистрирован всего один порыв на улице Советской в районе городского дворца культуры и кино Русь. Однако, по словам главного инженера энергогаз Ноябрьска Игоря Саенко, на подачу горячей воды в город он никак не повлияет. Специалисты пообещали, в квартирах горожан она появится со дня на день. Мы так думаем, что с учетом этого порыва, который не повлияет на подачу горячего водоснабжения, мы думаем, что завтра ближе к вечеру мы постараемся подать в город горячую воду. За коммуналку по безналу. Отныне погасить долги за ЖКУ можно безналичным способом во всех кассах ЕРИЦ. Там установили посттерминалы. Теперь любой желающий может заплатить по счетам, не имея с собой наличности. Подробности далее. В Ноябрьске, в котором еще не во всех магазинах можно расплачиваться по карте, до жилищно-коммунального комплекса высокие технологии уже дошли. С мая во всех кассах единого информационного расчетного центра, их в городе 4, на Мира 61 и 71А, в Доме 18 по Советской и на Киевской 1, платить за ЖКУ можно безналичным способом. Впервые оплачивала я через карту. Очень удобно, все понравилось, потому что наличные не всегда бывают с собой. 85% всех платежей сегодня поступают через собственные кассы центра. Остальные 15% – это в совокупности оплаченные ЖКУ на почте, через интернет-ресурсы, терминалы и банки. У нас вообще такая политика нашего филиала, что мы стараемся, когда заключаем договор с каким-либо платежным агентом, то все затраты на вот эти вознаграждения мы берем на собственный счет. Поэтому граждане, производя платежи через наших агентов, которые, я уже сказала, указаны, они никаких дополнительных расходов не несут. Так что, расплачиваясь по квитанции через, к примеру, банкомат, дополнительные проценты людям платить не придется. На сегодняшний день договоры заключены со многими филиалами российских банков, представленных в Ноябрьске, и работа в этом направлении продолжается. Единый информационный лист. Помимо начисления, вот на обороте есть список пункта приема, где можно оплатить без процентов. Терминалов, через которые в городе можно оплатить ком-услуги, 40 штук. Кстати, в некоторых банкоматах и терминалах предлагается два варианта оплаты. Либо погасить всю сумму, прописанную в расчетке, либо только часть за определенные услуги. Выбираете Ерицьинау, филиал в городе Ноябрьске, вот, вводите лицевой счет, причем с ними мы, как бы, провели такую работу, что производить можно оплату в разрезе услуг, можно произвести оплату одной суммы, тогда, как бы, если вы оплачиваете полностью сумму, которая вам предлагается в квитанции, или же в разрезе услуг. Выбираете определенную услугу, вы вводите туда сумму, и вам выдается чек именно на те услуги, которые вы произвели оплату. А уже в скором времени Ериць предложит горожанам еще одну новую услугу. Каждый потребитель ЖКУ сможет зарегистрироваться в интернете в личном кабинете. Там будет отображаться информация о размере начислений, и, что немаловажно, тут же, возможно, будет произвести оплату. По словам коммунальщиков, все эти нововведения позволят снизить очередность в кассы. Татьяна Заозерная, Ольга Попова, Анатолий Присич. Новости нашего города. Неплательщик должен сидеть в тюрьме. Федеральная служба судебных приставов намерена ужесточить меры борьбы со злостными неплательщиками за коммунальные услуги. Предполагается, что должников теперь будут чаще привлекать к уголовной ответственности. Сразу по нескольким статьям. А это злостное уклонение от погашения задолженности, неисполнение приговора суда и растрата имущества, подвергнутого аресту. На такой шаг приставов толкнули результаты июльской проверки в структурных подразделениях. Выяснилось, что за пять первых месяцев этого года они так и не смогли взыскать долги по ЖКХ в 72% подобных дел. Анализ ведомственной отчетности показал, что с января по май из 2 миллионов 600 тысяч всех заведенных исполнительных производств долги были получены только 700 тысяч должников. Таким образом, в исполнении зависло почти 2 миллиона дел. Иностранных водителей обяжут получать российские водительские удостоверения. С ноября этого года в силу вступают поправки, согласно которым запрещено будет привлекать к работе водителей, не имеющих российские удостоверения. И, соответственно, принуждать водителей к нарушению законодательства предпринимателей или организации также права не имеют. Людейским лицам, и динаме предпринимательным, осуществляющим деятельность на территории РФ, связанной с транспортом, запрещается допускать к эксплуатации транспортных средств водителей, не имеющих российское водительское удостоверение, а также временное разрешение российского водителя. Также предусмотрели ответственность должностных лиц за данное правонарушение, то есть за допуск к управлению транспортным средством иностранных граждан, имеющих иностранное водительское удостоверение. Сумма штрафа за данное правонарушение будет составлять 50 тысяч рублей. Представители Центра информационной поддержки инвалидов Таганай сегодня встретились с руководителями городских предприятий. Один из основных вопросов – трудоустройство лиц с ограниченными физическими возможностями. Инвалиды рассказали о том, почему работодатели неохотно берут их к себе на службу и предложили пути решения этой проблемы. Стоит отметить, что подобные встречи в Центре организуют уже не первый раз, и интерес к ним только повышается. Если на первом собрании присутствовало только два работодателя, то сегодня их собралось уже 16. Как итог, только в 2013 году по закону о квотировании были трудоустроены 20 ноябрьских инвалидов. И здесь важно отметить, что Ямал – единственный регион в России, где местные власти приняли специальный окружной закон, по которому предприятия в обязательном порядке должны квотировать у себя места для лиц с ограниченными физическими возможностями. Большая заслуга Павла Ивановича Грюкова, который к этому руку приложил, и благодаря его инициативе этот закон у нас в округе принят. И этот закон настолько уникален, что в России его нет аналогов. Очень хорошо этот закон работает на Морингое в Салихарде. Но ноябрь немножко отставал. Но вот думаю, теперь, когда наши организации приложат к этому усилия, и ноябрь сходит на первую позицию, и все-таки безработицу среди инвалидов удастся победить. Диспансеризация в Ноябрьске, как и в других пяти муниципалитетах Ямала, проходит на крайне низком уровне. Об этом заявил первый замдиректор Департамента здравоохранения Ямала Александр Долгополов. Напомню, всероссийский профосмотр стартовал весной. Любой гражданин имеет право пройти его один раз в три года. Для разных возрастных категорий, а также для мужчин и женщин, определен конкретный перечень осмотров узкими специалистами и диагностических процедур. Все они проводятся абсолютно бесплатно в поликлиниках по месту жительства. По данным, на начало августа диспансеризацию прошли только 5,5 тысяч ямальцев. Это всего 6% от запланированного количества. Проблема диспансеризации ямальцев заключается в том, что люди не спешат в больнице, чтобы проверить свое здоровье. Кроме того, сегодня не хватает базы, чтобы в достаточных объемах провести медицинские исследования. В детской поликлинике появился логотерапевтический кабинет биологической обратной связи. Он предназначен для профилактики и коррекции нарушения речи у маленьких пациентов. С помощью нового аппарата возможно определить ритм сердца и частоту дыхания ребенка. А известно, что именно такие показатели являются определяющими при постановке правильного произношения. Причем, что немаловажно, процесс этот происходит в игровой форме. Вся полученная информация преобразуется в мультик или интересную игру. Если правильно дышишь, значит выигрываешь и делаешь шаг на пути к выздоровлению. Также здесь помогает чтение, то есть мы можем закреплять звукопроизношение на любом материале. Здесь очень много речевого материала, поэтому мы можем открывать любой звук «Рэ», допустим, кто не разговаривает, и проговаривать с помощью компьютера слова со звуком «Рэ». Вот вы видели, как бы дети занимаются с удовольствием, особенно на отдыхе, им нравятся сказки смотреть, картинки и дышать, своим животиком выдавать пузырики, как бы это очень интересно. Но, конечно, самая главная цель это научиться с помощью компьютера дышать и разговаривать правильно, а потом в повседневной жизни уже использовать этот навык без компьютера. Далее в выпуске о том, что интересного для своих читателей, подготовили корреспонденты газеты «Слово нефтяника». Слово нефтяника. Читайте в свежем выпуске. С 1 сентября вступают в действие поправки к закону об образовании. Теперь в детских садах бесплатными будут только обучающие услуги, а за питание, уход и присмотр за детьми родителям придется платить. Материал об этом опубликован на третьей полосе еженедельника «Слово нефтяника». А с 12 августа по всей России начала свою работу служба экстренной помощи 112. Теперь в случае ЧП, набрав эти три цифры, причем как с сотового, так и с городского телефона, любой человек сможет вызвать полицию, пожарных или скорую. О буднях единой дежурной диспетчерской службы ноябрьска читатели узнают, открыв шестую полосу газеты. Ноябрьские супруги-археологи Суворовы объездили весь север в поисках ответов на загадки древности. Из-под земли достанем. Таков лозунг людей данной профессии. Об интересной судьбе ноябрьских археологов читайте на 10-й полосе еженедельника «Слово нефтяника». Слово нефтяника. Видим все. Говорим главное. Далее в выпуске «Коротко о спорте». Сегодня ночью сборная России в рамках отборочного турнира к чемпионату мира по футболу сенсационно уступила в гостях команде Северной Ирландии. 0-1. Подопечные Фабио Капелло за весь матч так и не смогли нанести ни одного удара в створ ворот британцев. Специалисты считают, что россияне провели свой худший матч за последние два года и больше походили на малоподвижных ветеранов, чем на игроков известных европейских клубов. А вот хозяева проявили на поле чудеса самоотдачи и заряженности на борьбу, одержав заслуженную победу. Впрочем, ничего страшного в целом не произошло. Россия по-прежнему потеряла меньше всех очков в группе и теперь, если хочет занять первое место и напрямую попасть в Бразилию, не имеет права на ошибку в оставшихся четырех играх. Двух с Люксембургом, домашней игре с Израилем и выездной с Азербайджаном. Поможем собрать детей к школе. Дан старт благотворительной акции, которую в Ноябрьске традиционно перед началом учебного года проводят совместно служители храма Архангела Михаила, общественная организация многодетной семьи Ноябрьска и социальные педагоги. Поучаствовать в ней могут как обычные горожане, так и предприниматели Ноябрьска. Деньги, рюкзаки, вещи, тетради все это можно приносить в храм или по адресу Мира, 78. Там расположен офис общественной организации. Организаторы акции обещают, помощь будет оказана только тем, кто в ней действительно нуждается. Из острого нуждающихся примерно около 500 семей. Но вот социальные педагоги, мы почему сотрудничаем, конечно, с социальными педагогами комплексного центра социального досуга обслуживания детей и молодежи, они принимают очень активное участие и они выявляют семьи, которые наиболее нуждаются в такой помощи. То есть это адресно все. Эта помощь не будет оказана тем людям, которые, может, там, хотят с какой-то целью наживы, может быть, поживиться за счет акции. Эти вещи, там, портфели, тетради, обувь, может, школьная, там, и так далее, они не попадут в эти руки. Будет точное. И это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Через несколько секунд прогноз погоды на завтра. Я желаю вам всего доброго и до свидания. Партнер программы – магазин «Потис Антверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный сервис и качественное топливо, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 16 августа в Салихарде дождь. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Температура плюс 18 градусов. В Муравленко небольшой дождь. Ветер южный до 4 метров в секунду. Температура 14 градусов тепла. В нашем городе преимущественно без осадков. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Температура плюс 16 градусов.